всем привет я как обычно в парке сегодня опять в английском парке пришла в центр пока да не спит решила начать влог сегодня ночью спала около двух часов поэтому самочувствие такое интересное я бы сказала меня немножечко колбасит если честно я днем опять не успела поспать и думаю и не успею в общем да не сегодня ночью почему-то не спал вероятно дело в тыкве я не знаю может быть зубы то есть он не плакал просто не мог заснуть просыпался постоянно хотел чтобы я его обнимала держала на руках что я собственно и делала у нас прекрасная погода не жарко не холодно приятная такая погода пиджачная как я люблю вот на сегодня планов нет я решила прогуляться подальше от дома потому что дома находиться и не спать я не могу а спать мне далее не даст поэтому я решила побольше ходить и находиться в центре помню где побольше людей вокруг чтобы как-то держать себя в тонусе сейчас чуть посижу здесь пока он проснется потом пойду в какой-нибудь кафе что-нибудь перекусить не знаю сегодня я только осознала что у меня теперь чемоданное настроение так как билет уже куплен я теперь уже планирую что я буду покупать подарки какие кому гостинцы надо этим заняться потому что у меня в запасе всего неделя я поняла что у меня катастрофически как обычно не хватает немножко времени я ничего не успеваю поэтому надо планировать и следовать четко плану кое-кто проснулся проспал хорошо да не конечно зимой гулять было тоже приятно но не настолько как сейчас во первых нет этих 100 слоев одежды во вторых погода собственно располагает именно к прогулкам нравится даже просто сидеть вот так вот под деревом достаточно приятно не надо без конца ходить чтобы не замерзнуть можно просто посидеть ой услада конечно посмотрим что там будет петербурге с погодой прогноз пока неутешительный но нас ничто не остановит гулять я с ним буду в любом случае кстати в армении очень многие например детей зимой не выгуливают зимой ребенок выходит из дома в крайнем случае только у нас тоже некоторые родственники уговаривали в холод на улице не выносить здание но врач во первых посоветовал конечно гулять каждый день и во вторых в принципе свежий воздух и это и закаливание и очень полезно в душном помещении находиться зимой особенно где сухой этот воздух ничего хорошего мне кажется в этом нету особенно в армении если ребенок рождается ну как данный например да он родился в конце октября и все вот в следующий раз будет полноценно гулять уже когда будет весна там в марте в апреле я не знаю конечно я не очень разделяю такую точку зрения я никого не осоздаю конечно каждое дело так и считает нужным но я считаю что полезнее конечно с ребенком гулять в любую погоду конечно если там совсем как метель пурга смысла нету выходить на улицу даже в коляске но если просто холодно мне кажется это это не причина не гулять да да не любишь гулять сладкий кстати в прошлый раз когда я сидела тут же и снимала видео меня спросили что у меня там находится на фоне сзади меня это фонтан а за фонтаном когда-то было кафе она уже несколько лет не работает хотя очень такое приятное расположение и все интересное вот этот огромный корабль это фонтан но давно тоже его не включать видимо он был связан с кафе помню раньше когда он был выключен по утрам но в самом этом скажем бассейне была вода я гуляла в этом парке с кастером и вот он любил носиться по этой воде прям бегал тут как бы этот ручей идет практически по всему парку по одной его половине и вот он бегал по этой воде то есть там было именно не глубоко он не купался и не бегал прям любил конечно это все жалко что сейчас там нет уже воды и он не работает кто-то его боится больше прогулку пришлось резко прервать к сожалению ни в какое кафе я не успела да кое-что забыл очень важный для игры и мне надо было вернуться домой чтобы ему это отправить в общем я уже дома сейчас что-нибудь поем потому что я как говорила хотела там поесть но я не успела уложила дани спать он сегодня конечно просто максимально капризный всю дорогу он хныкал хныкал то есть он хочет чтобы я взяла его на руки но я не могу и коляску катить его на руках нести это достаточно сложно тем более путь не близкий был в общем прохныкал всю дорогу когда укладывал спать он тоже начал хныкать и не знаю может уже зубы когда уже наконец-то эти зубы прорезут я не знаю если это все в итоге окажется не зубы это будет очень странно пока гуляла по парку ко мне подошла девушка она была тоже с ребенком с коляской завела какой-то разговор просто там сколько лет сколько месяцев точнее и как-то так получилось что мы вместе прогулялись и вот начали мы разговаривать про все эти газики колики и подгузники вот это вот все и я поняла что я настолько устал от этих всех тем и мне настолько хватает обсуждения этих тем с родственниками с нашими бабушками и дедушками что я просто с незнакомыми людьми не хочу это все обсуждать мне этого более чем достаточно и я вроде как пыталась там какую-то тему перевести эту девушку но видимо и как-то это больше интересно обратно все какие-то зубики и газики и не знаю там вот про это про все я поняла что как-то мне этого всего не хочется я просто недавно размышляла как раз об этом что скоро да не начнет играть на детской площадке и у меня появится такой круг общения там все эти мамочки с детьми и всякое такое и я вот думал о том что наверное это будет интересно что я смогу это все обсуждать что в принципе у всех одни и те же проблемы практически и что будет такой глупо интересен но сегодня я что-то поняла что я вообще не хочу это все я наоборот хочу завести круг общения не в этой теме скажем так потому что просто невозможно 24 часа только об этом думать об этом говорить это интересная скажем тема но она то есть насущная да но как раз таки при общении с каким-то новыми людьми хочется от этого отдохнуть потому что это так окружает 24 часа только об этом и думаешь и хочется наоборот это от этой темы подальше как-то быть в общении в таком как то вот у меня сегодня был такой первый опыт общения с мамочкой имея ввиду незнакомого человека то есть у меня есть подруги у которых есть дети и если какие-то темы меня там волнуют или там есть какие-то вопросы я могу это все обсудить опять же я могу это обсудить с бабушками и с дедушками как доктором в конце концов но заводя новые знакомства как раз таки именно хочется нового спокойного взрослого общения без вот этих зубиков коликом газиков я не хочу это больше обсуждать тем более что это без конца обсуждать понятно что все проходят через эти этапы какая-то информация она именно нужно как раз таки из окружения то есть хочется услышать опыт своих близких каких-то людей но ты меня без конца это все обсуждать ой нет увольте я не хочу в общем ладно пойду поем папа тут нашел какие-то древние фотографии в которых неожиданно я нашла вот это как вам такой поворот назырян шушан секретный агент цру 9 ли просто посмотрите на мое лицо я кстати была достаточно плаксивым ребенком и вот на этой фотке очень видно что я не любила ничего я не любила фоткаться я не любила когда меня обнимают дискают и всякое такое в общем плакса вакса я секретный агент почерк конечно вообще огонь как вы думаете на кого похож дани на меня ли на дава по-моему ответ очевиден даже тут нечего просто обсуждать это я если что нашла тут пару фотографий как вам стиль я эту фотку сама не видела сто лет она у бабушки была просто на стиле девчонка это мы уже в петербург переехали к тому моменту и можно увидеть мое супер модное окрашивание это меня мама так покрасила должно было быть милирование но получилось что получилось это я тоже маленькая тут я думаю тут все понятно кого да не похоже все таки нечего тут даже обсуждать тут это я с папой тоже эту фотку даже не видела это мне тут лет 11 12 наверное я еще молода совсем это вы подумайте же это вырезка из журнала кого-то 70 с но нет этот красавчик это мой папа просто посмотрите на эту фотку ее можно сразу в журнал в какой-то очень мне нравится это где-то папа на море тут тоже видно какой он красавчик вот этот вот вот это красавчик да это мой папа только что я показываю фотографии у меня вопрос по поводу ремонта что ты думаешь по поводу ремонта стоит ли вообще начинать говорят ремонт это не процесс а образ жизни у тебя сейчас такой образ жизни это отвратительно можно проклинать проклинать как это врагов но лучше пожелать им ремонта да это точно это точно докуда мы дошли в ремонте да как мы дошли и куда мы двигаемся и куда же никуда двигаемся никуда стоим на месте прочее шикарно но хоть не зима была бы зима с пленкой на было бы намного хуже ну и наверное не зайцы или вот тогда ремонт и выпашки поехали как так катор и глядь книжки ничего папа у всего что есть начало есть и конец и папа уезжает скоро ему осталось несколько дней здесь ремонт надеюсь мы закончим без его присутствия потому что он на терпел короче все будет нормально не переживай ремонт как-нибудь закончится когда-нибудь точно неизвестно когда ну в советском союзе было нечто такое называют называлась программа трех лет трехлетняя программа и пятилетняя программа пятилетка у нас что пятилетка намеревать я не знаю на такой позитивной ноте я думаю буду заканчивать этот влог папа очень позитивно настроен добродушно несмотря на то что он переживает